у нас сегодня платная услуга прокат на квадроцикле на это самое на заднем приводе ехали просто передок не включал так все это да неизвестно как кто куда поедет ребята в общем мы не дождались всей гоп-компании это что опять такой женек а чё так мелко женек у корот давай назад вот в эту луну по-моему больше боялся в общем я так понимаю на сегодня будет сравнение кантера с патриотом участие понял ты прикалываешься и не знаешь когда ты начал ехать я сказал сегодня будет сравнение патриота с хантера мне кажется можно видос заканчивать уже на этом я увидишь провалился женька легче ну там клиренс его раза больше ну давай лебедка сейчас я работа от нас палочка выручалочка диван чем мы без тебя в делали реально поставьте лайк вот этому парню он реально это заслуживает и не забудьте скинуть 50 рублей мне на финт рейл да кстати давайте соберем а то это уже протекает давай для подписчиков чтобы понимание что у тебя по блокировкам сзади сто процентов перец перед натягом все ну ну как бы то но по идее задние нормально подожди слушай у тебя же еще есть пассера по факту ну понятно но это клиренс на порядок на порядок ниже патриота мы достали диман все там намотал и сейчас как у нас виселище проедет удачно встал очень удобно цеплять даже вот свои колокольни да то что чувак не проехал а почему он потерял инерцию я не понял я не понял то ли у него он может автоматный начал передачу пойдем узнаем ему на что случилось здесь понижай к поехал и залоги ламана реально инерцией прошу санек санек заводи патриот он уже говорили вытащим говорили они да не вот одна на 1720 колесах которые договорит за не езжай на своих на 30 на 29 с половиной вот это прям на самом деле вроде лужица лужица такая маленькая но на самом деле коварная тем более еще не спеша подходит к ней да нет что ты куда ты нас привез где грязь-то он агибатор здесь тоже проедет и тут сейчас запасок проедет нас с тобой заруба стопудового будет классно 36 против него на 33 да хорошо башок ну пока 1-0 женек вывозит как он запрягал а подожди борется димон но это было красиво да да огня подожди нёшь там просто крюк типа петли но все равно да вот минус иномарок то что непонятно где располагается крюк а и и и и и и что опять по жире застрял а как хорошо ехали а башок а вы хотели патриота стоково убрать я не хотел я знал я единственный кто сказал кроме хозяина единственный просто после этого мог больше не приехал а он кстати думал что мы в устье он перепутал так у вас назад сдает потому что танцкой линии может выйти димон димон он лёг на мост и хорошо низковато что когда понижайку до чего еще включается ну тут сама блока стоять как и лсд или что-то такое давай дерево обычно вот это все заканчивается прям в общем пока pajero проигрывает все приехали нет а вот это было очень красиво нормально я думаю здесь бачком шансы есть ого кто-то копал глубоко видать шахтеры были наверно да хлад искали а там столкните его чуть-чуть я предлагаю его чуть-чуть дернуть пускай сам попробует ну она нам потихонечку нежно-нежно чуть не плачет руль прямо по прямой давай я на подъем хороший был чуть-чуть назад сантиметров 2 компания квадрики готов вот это конечно да да у тебя видно прям ты едешь едешь короче говно эти блокировки снимает чертовой матери проверить поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, 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 давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольные диски, да? Забились как-то... Диман, а знаешь, в чем кайф-то самый? Вот ты ездишь и кайфуешь. А у них эмоций нет таких, какие-то, испытываешь. Я прям думал, все. Прикольный, ты-то долбишь, рулем, как проехать? Ехать, что-то есть, жесткое, да? Слово о том, что на стоковой тачке веселее ездит. Да, да, потому что я не стал на Ниву, поэтому 35-е колеса делают на агибаторах. Там и на 33-х попробую грязь найти. Да я думаю, на 33-х она легкая, нормально. Слушай, а дизелек, по ощущениям, как моторный, обычный, бензиновый. Ну, не слышно вот этого. Ох, блин, боже, куда поперся. А вот я там и сидел еще в прошлый раз. Что, пошел? Ну, что, я в воду. Подвис? Под... В лужу не надо. Давай, поехали. У него шорки или нет, он сейчас водой наклепает. Ты в следующий раз бери промеж колеи. Ну, так будет, разрезать. Конечно. Отрос, за что цеплять теперь? Диман, если б не ты, так и смотреть нечего будет. Вот, ну, давай объективно. Вот у вас что? Ну, они едут везти. А где ты Ниву увидел? Э! Ниву говно. Ребята, ну, конечно, для УАЗа объективность сегодня не очень интересно. Ну, чем круче джип, тем проходимость больше. А вот для Паджеро, конечно, это прям топчик маршрут. Не спеши, переходим. Перестановка в другую колею. Включаем задний привод. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай полный. Даже у вас заводы обернулись. Посмотреть, кого заставать. Ага. Слушай, ну, наконец-то и ты кайфанул, а! Вот так вот чуть-чуть. Не, ну, вот это уровень был хороший. Ну, да. Там еще непонятно. Ну, лишь он пробивает все-таки себе дорогу. Еще колеса были вставлены. Я думаю, он повеселее заезжал вот здесь, особенно на город. Я думаю, ты бы вообще без проблем не проехал. Нет, были проблемы были. Пятно маленькое, слишком маленькое. Если были втравлены, мне кажется, с первого раза проехали. Нормально, да. Видишь, даже на пузе он гребет, резина гребет прям. Это, кстати, вот про лишний вес. Все-таки, наверное, раз она имеет плюс какой-то. Да, он продавливает. Если была бы легкая, она просто подписывала бы, и все, зацепы не было, да. Вот нагибатор будет тяжелый, может быть, все-таки какие-то плюсы. Да, да, да. Тут даже, ну, пузом цеплялся, по-моему, да? Ну, слушай, давай, у тебя две пневмон, правильно? Две пневмон, да. Сейчас на боях ехал? На бейх. Да, да, на бейх. На боях. На боях приехал. На флезелиновых. Да, на флезелиновых. На бумажных. Планкировка не работает. Да, с преднатягом что-то хочешь. На левую жалко не вылететь. Давай, 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 красавчик! Паш, Паш, проезжай, сейчас этот будет, наверное, на звездюлях. Не, я что-то цепляюсь, смотри, что в подвеске. Ну, палка, вон, сзади. Палка. Ну, давай, пост по прямой. Ну, что? О, все. Не, ну, ребят, вы там сзади идете, согласны, что прям как-то, ну, немножко мы раскачивались, раскачивались, но под конец маршрут порадовал. И красивые места у нас в Воронеже, и трасса, и самое главное, и природа, да, и наша дружная компания. Сейчас мы будем делать вкусняшки и поедем в обратный путь. Так, ну что, мы начинаем приготовление. Приготовление, ради чего мы вообще сюда ехали, ребят, помимо вот этих вот красивых кадров, гляньте, река Воронеж, чистейшая вода, еще бы удочку закинуть и щучку бы поймать. Ребят, вот она красота, для чего мы ехали, чтобы сейчас приготовить шикарный обед, и поэтому мы сейчас вам покажем, что мы будем делать. Музыка Как вот вам идея с Казанчиком? Отличная идея с Казанчиком. Ехали тут долго. Что-то, ты, кажется, по шоку, у тебя слюни текут. Да, да. Ты же сказать слова не можешь. Есть такой, сюда тебя охотят. Ну, ребят, пока мы, это только начальные задатки наших идей и мыслей, то, что будет на канале. Нет, это не будет кухня от Витальсона, да? Вот, поэтому предстоят нам определенные траты. Я думаю, нам нужно купить по-любому стол, стулья, да? Ну, Виталий, расскажи, как ты вот сегодня бегал? Спотел, наверное? Да, честно, спотел. Ни разу не забуксовал на месте? Нет, в этот раз все нормально, не упал, все хорошо. Вот только сало теперь мне. Доверили самый ответственный момент, это нарезка сала. И подойди поближе, сними какая картошечка. Все здорово. Сейчас у нас вот тушенка, индейка, ох, вы не представляете, какая сейчас вкусняшка будет. Первую можно уже закинуть, подожди, давай, давай, давай. Поспалка, вот это реакция. А ножичек далеко? Да. Танцы, танцы. Как картошечка? На каком канале, скажите, после каждой покатухи есть еда? Только у Виталия Сона? Ну, возможно, не только, но у малого количества народа есть вот такая дружеская обстановка, где после хорошей покатухи, после всех вот этих тачек мы собираемся, выпиваем и кушаем. Не у многих. Там было пипи, пипи, пипи. Не у многих. У нас все хорошо, да? У нас отлично, нет. Мы сейчас едем вперед. А Фарков видел хоть раз вперед? Да. А я нет. А есть, кстати, штоковая комплектация Нивы. Я шокировал. Нет, кстати, по-моему, есть штоковая комплектация Шнивы под квадрат спереди. Реально. На зеленке, на вот этой зеленой Шниве с автоматом. А, у которой я убилка? Да. Я первый раз вижу. Не, прикольно. Ну, лучше, чем, слушай, где-то там искать... Ну, крюк и куда-то цепляться и тому подобное. Да, я согласен. Не, прикольно. Спасибо. 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 Спасибо.